Субтитры делал DimaTorzok В этой главе спасительная благодать явно противопоставляется общей благодати Божией. А мы только что с вами увидели, что пришел конец общей благодати. Однако спасительная благодать продолжается всю вечность. Мы возвращаемся с вами назад, до начала суда. Мы с вами должны помнить, изучая книгу Откровения, что здесь излагается порядок полученных видений. Однако это не означает, что это хронологическое изложение событий, которые были в этих видениях. В любой книге вы можете найти такие эпизоды, когда, вроде бы посреди развивающегося события, идет воспоминание о том, что было другое время. И вы получаете дополнительную информацию какую-то. И это вот у нас один из таких фрагментов, который показывает то, что не хронологической последовательности излагаются события в книге Откровения. Обратите внимание на первый стих, здесь написано, и после сего видел я четырех ангелов. Вот это выражение «после сего» как раз указывает на последовательность видений, то есть не всегда подразумевается движение времени вперед, а это просто еще одно новое видение. Чувствуется, что здесь как бы сделана пауза до того, как будет суд. И в этой главе как раз речь пойдет о спасительной благодати Божьей, или можно еще назвать по-другому «вечная благодать». А в третьем стихе, в этом промежутке до того, как свершится суд, он говорит ангелам, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на телах рабов Бога нашего. И здесь вот начинается у нас с вами противопоставление. С одной стороны будет печать на телах Божьих рабов, с другой стороны будет знак антихриста, или начертание зверя. We're going to find that this word for seal is a very, it's a loving word, it's like writing your name on something. А вот это вот слово печать, это имеет такое приятное значение, это разнозначно тому, как записать имя. А начертание, вот это вот слово, оно больше подразумевает клеймо, как если бы вы хотели заклеймить животное, или вот современное, это бренд, да, вот как бывает на одежде поставили торговую марку. То есть это вот начертание, такой смысл. So we have this question that begins at verse 4. Итак, мы с вами сталкиваемся с вопросом, который у нас в 4 стихе. В 4 стихе говорится, запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. А если бы мы с вами интерпретировали текст просто на основании того, что видим, то у нас и вопросов бы никаких не было. Однако в богословских кругах ведутся очень много споров и диспутов относительно того, что подразумевается под этими данными. Это церковь, это Израиль, или может быть вообще сама цифра 144 тысячи недостаточно точная. Если пользоваться только текстом самой Библии, то я прихожу к такому простому выводу. В 4 стихе написано, из колен сынов Израилевых. Далее, с 5 стиха начиная, идут перечисления этих колен и что из каждого колена, кроме колена данного, по 12 тысяч запечатлено. Колена Дана была отправлена в ссылку в самом начале и уничтожена, потому что было нечестивое это колено. Для того, чтобы сказать, что эти 144 тысячи не имеют отношение к Израилю, нам нужно сделать следующее. Мы должны просто взять и пренебречь текстом, то есть проигнорировать здравый смысл, который здесь излагается. И отвергнуть Божье обетование, данное Израилю. Или мы можем сказать, что эти обетования, данное Израилю, уже были исполнены. И также нам нужно неправильно истолковывать то, что написано в Римлянам с 9 по 11 главы. А вот в этих главах, как раз говорится, еще раз подтверждается, что даны определенные обетования израильскому народу. Спасение Израиля – это яркое проявление неописуемой природой Божьей благодати. Думаю, что нет такого народа, который бы заслуживал Божью благодать меньше, чем израильский народ. То есть израильский народ вообще не заслуживал благодать. Потому что Бог проявил к ним такую благость, такое благоволение. Однако они отреагировали на это смертью Мессии. Я думаю, что спасение Израиля будет самым ярким событием, наверное, наивысшей точкой проявления Божьей благодати. Далее в 9 стихе говорится о множестве людей. Кто же это такие? Здесь говорится, что они были из всех племен и колен и народов и языков. Другими словами, это кто-то кроме израильского народа. Они в белых одеждах, а белые одежды всегда символизируют праведность. Другими словами, мы можем сказать, что это верующие, потому что они омыты кровью Иисуса Христа, кровью Агнца. Здесь они предстают пред престолом и восхваляют его, восхваляют Бога. Очень странно, что в 13 стихе один из старцев спрашивает Иоанна, кто эти люди? Откуда может Иоанн знать? И он думает, что старец сам должен знать. И на самом деле, действительно, старец знает, кто эти люди. И он говорит о том, что это те люди, которые пришли от великой скорби. Значит, они были гонимы, они прошли через гонение. Они прошли через страдания. Многие из них умерли. Однако теперь все по-другому. Все изменилось. Все богословы, независимо от того, какой точки зрения относительно восхищения церкви, они придерживаются. Они могут считать, что восхищение церкви будет до великой скорби или посреди великой скорби. Считают, что эти люди были во время скорби и были восхищены от нее. Здесь также говорится о том, что они омыли одежды свои и убелили одежды свои. Это символизирует или здесь подразумевается освящение. То есть, можно сказать, что вот видение, которое дает Бог, теперь уже относится к концу скорби. И он говорит читателям своим о том, что вот здесь и будет последнее место вашего пребывания. Можете себе представить, насколько большим ободрением это было для тех людей, которые проходили через гонения? Это было большое ободрение, знание того, что они будут пребывать посреди вот этого множества людей перед Божьим престолом вечно. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Сатана предлагает своим последователям физическую безопасность. Он даже как бы говорит им о том, что я могу оставить вас живыми, вы не будете умирать. Однако вот безопасность верующих в Откровении это категория вечная и духовная, а не временная и физическая. Вот эта тема также будет неоднократно повторяться в Откровении. А так как тема благодати неоднократно повторяется в Откровении, то у нее всеобщее применение, неважно когда и где об этом было написано. Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com.